Всем привет, дорогие друзья! В этом уроке мы продолжаем разбираться со словосочетаниями, с глаголами do и make, где нам какой выбрать, или если вы не смотрели первую часть, обязательно вернитесь и посмотрите, там очень много чего интересного. А мы с вами начинаем. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу одну очень поучительную историю. И во всей этой истории у нас будут встречаться глаголы do и make в разных-разных-разных словосочетаниях. И вот постепенно, как я вам эту историю рассказываю про свою подружку, мы с вами будем разбираться, где у нас какой глагол стоит и как перевести это словосочетание на русский язык. Это вам поможет просто понять, как мы эти глаголы в этих словосочетаниях можем также употреблять в контексте. То есть у вас прям будет такая широкая картина. Давайте с вами начнем. My best friend always did well in her studies. Моя лучшая подружка всегда успешно училась. Do well in something. С успехом что-то выполнять. Не забывайте do. Вот у нас здесь выполнять что-то. Well. Хорошо это делать. И in. Обязательно поставьте. Не забудьте поставить этот предлог. Do well in something. Дальше. She did her best to do all her homework and she always said Learning something new will always do you good. Здесь у нас прям целая коррекция. Давайте сначала переведем. Она всегда изо всех сил старалась выполнять все домашние задания и всегда говорила, что учить что-то новое всегда пойдет тебе на пользу. Первое выражение у нас здесь с глаголом do. Do one's best. На стараться изо всех сил. Вот между do и best мы будем с вами ставить местоимение. То есть, если я говорю про себя, я скажу I do my best. Если мы говорим про него, мы скажем he does his best. Если мы скажем про нее, she does her best и так далее. И дальше у нас будет to do something. She did her best to do all her homework. Do homework. Те, кто смотрел первый урок, уже знают выполнять домашнее задание всегда с глагола do. И дальше у нас здесь тоже очень полезное выражение do some good. Вот здесь у нас learning something you will always do you good. Пойдет тебе на пользу. То есть, опять же, можно сказать do him good пойдет ему на пользу. Do her good пойдет ей на пользу и так далее. However, she was afraid of making mistakes, which in her opinion could do you a lot of harm. Давайте начнем, опять же, с перевода. Однако, она боялась делать ошибки, что, по ее мнению, могло принести много вреда. Итак, первое наше выражение здесь make mistakes. Делать ошибки. Смотрите, ошибки мы тоже как бы создаем. Да, их не было, а мы их создали. Make mistakes. И следующее выражение, которое у нас здесь было, это do harm. Do harm это, по сути, антоним к выражению do good. Да, если do good это приносить пользу, то do harm это наносить вред. Следующее наше предложение. Да, но я думаю, что ошибки очень важны для нашего прогресса. Когда моя подруга не справлялась с чем-то, это ее очень расстраивало. Да, смотрите, у нас здесь выражение. My friend did badly in some task or exam. Да, моя подруга не справлялась с каким-то заданием или экзаменом. Вот, did badly, do badly. Это антоним к слову, к выражению do well. Да, то есть do well. С успехом что-то делать. Do badly, наоборот, что-то делать безуспешно. Да, то есть, ну, проваливаться, по сути, где-то. Да. Ну, а я, конечно же, о ней волновалась и хотела, чтобы она как-то изменила свою жизнь и посмотрела на свои ошибки по-другому. Здесь у нас встречается выражение make changes. Да, вот с changes мы тоже употребляем make. Делать какие-то перемены, изменения. Да, опять же, мы их создаем. Да, их не было, а мы их создали. Поэтому мы употребляем make. Итак, однажды я приняла решение прислать ей ссылочку на онлайн-курс, где исследователи говорили о позитивных моментах, да, ну, в ошибках. Смотрите, здесь у нас тоже прям много-много выражений, но некоторые из них уже встречались. Первое выражение make a decision – принять решение. Опять же, смотрите, здесь у нас прям тоже мы это решение как бы создаем в своей голове. Да, его не было, а мы его создали. Приняли, да, решение. Дальше, ну, дальше у нас выражение make mistakes, на которое мы с вами уже рассмотрели. Да, make mistakes, да, запоминаем. Дальше. Да, она прошла этот курс, и я увидела, что, ну, он пошел ей на пользу. Да, здесь у нас выражение do a course, no, she did this course, она прошла этот курс. То есть здесь, смотрите, опять же, вспоминаем глагол do, у нас значит выполнять какие-то задания. Да, то есть когда мы проходим курс, мы опять же выполняем какие-то задания, которые на этом курсе заложены. Поэтому с этим словом мы используем глагол do. Do a course, проходить курс. И выражение, которое мы с вами уже встречали, do her good. Пошел ей на пользу. This course did her good. И реакция моей подруги. You did me a big favor, she said. Thank you. Вот выражение у нас здесь глаголом do. Ты оказала мне большую услугу, она сказала. Спасибо тебе. Do someone a favor. Да, оказывать кому-то услугу. Она может быть большой, например, да, то есть перед favor вы можете поставить какое-то прилагательное. Do someone a big favor or a small favor. Она уже зависит от обстоятельств. Дальше. Now my friend has her own business and she makes a lot of money. Она и сейчас, моя подружка, занимается своим бизнесом и у нее много денег. Ну, то есть она зарабатывает много денег. Make money. Зарабатывать деньги. Опять же, можете здесь провести параллель, да, то, что мы как бы создаем себе заработок. Да, то есть мы продаем какие-то услуги или что-то предоставляем или... Еще что-то делаем. И вот, да, создаем свой заработок. Да, заколачиваем баблишко. Make money. She sometimes makes some mistakes, but now she knows how to learn from them. Да, и сейчас она иногда делает какие-то ошибки, но она уже знает, как из них извлечь опыт. И, да, здесь у нас в предложении встречается уже всем нам известное выражение make mistakes, да, делать ошибки. Вот и все на сегодня, дорогие друзья. Я надеюсь, то, что вам моя маленькая поучительная история поможет запомнить эти все выражения с do и make лучше. Я вам желаю успехов and see you very soon!